Всем привет! Это видео о том, как создать флешку Reanimators Windows PE, которая позволяет загрузить компьютер без операционной системы. Такая флешка позволяет не только загрузить полноценную систему Windows без установки на компьютер, но и использовать программы для диагностики HDD, поиска и удаления вирусов, создания новых разделов и т.д. Такая флешка может понадобиться в случае сбоя основной операционной системы компьютера, если она не загружается, её необходимо почистить от вирусов, восстановить работоспособность или восстановить важные данные. Существуют способы, как создать флешку Reanimator или LiveCD самому, но для этого пользователю потребуется определённый опыт и навыки. Более понятным и удобным, на мой взгляд, будет использование уже готовой сборки загрузочного диска Reanimator. Как, например, многим известные сборки от Сергей Стрелец. Итак, для того, чтобы воспользоваться загрузочным диском реаниматором, скачайте его по ссылке в описании. В результате вам будет представлен архив. В нём расположены несколько файлов и папок. Основной, в нашем случае WinPay E10 – это и есть образ самого загрузочного диска. Чтобы воспользоваться им, его необходимо записать на флешку. Поэтому разархивируем его. Пароль на архив указан на странице, из которой он скачивался. Также он будет указан в описании к видео. Автор сохранил в архив, в папку «Запись на флешку» несколько программ, с помощью которых можно записать образ данного реаниматора на флешку. Так как я уже знаком с программой Ultra-ISO, воспользуюсь ей. Запускаю Ultra-ISO. Теперь выбираю «Файл», «Открыть» и указываю ISO-файл загрузочного диска. После этого вставляю флешку в USB-порт компьютера и выбираю «Самозагрузка» «Записать образ жёсткого диска». Указываю флешку и нажимаю «Записать». Всё. Загрузочная флешка реаниматора создана. Теперь, в случае необходимости загрузить компьютер из созданной нами флешки, ставьте её в USB-порт компьютера и установите на нём загрузку с USB-флешки. О том, как это сделать, подробно описано в видеоролике нашего канала, как войти в BIOS или UEFI и загрузить с USB-флешки компьютер или ноутбук, ссылка на который есть в описании. После этого компьютер загрузится с таким окном. Тут можно выбрать «Загрузку ПК с флешки», найти и загрузить установленную операционную систему, а также произвести диагностику памяти. Выбираю «Загрузку ПК с флешки», «Boot USB». Идёт загрузка файлов. После чего начинается загрузка операционной системы с флешки. Загрузившись, операционная система в флешке реаниматора имеет схожий с Windows 7 интерфейс. Хочу сразу же обратить ваше внимание на то, что перейдя в папку «Этот компьютер», вы обнаружите там все диски вашего компьютера. В моём случае это диск C. Это значит, что вы можете без особых усилий скопировать все необходимые файлы из диска C на любой другой встроенный диск или съёмный носитель информации. После чего с чистой совестью переустановить операционную систему с форматированием диска. Также, в зависимости от поставленной цели, пользователь может запустить и использовать одну из многих предустановленных программ. Все они доступны в меню «Пуск», «Все программы». Это антивирусные программы, программы для бэкапа и восстановления системы, инструменты для восстановления данных, среди которых есть и Hetman Partition Recovery. Кроме этого, отсюда можно осуществить деформентацию или форматирование диска и так далее. Обратите также внимание на ярлыки, которые размещены на рабочем столе. Автор сборки побеспокоился о том, чтобы пользователь имел доступ к меню управления дисками, с помощью которого можно удалить, создать или отформатировать раздел и т.п. Мог подключить сетевой диск, например, для копирования данных на него. Есть доступ к диспетчеру устройств, на случай необходимости исправления проблемы с одним из них, например, переустановка драйвера. Можно разблокировать заблокированный с BitLocker диск. Запустить команду командной строки diskpart и многое другое. Таким образом, в ситуации выхода из строя системы компьютера, на котором хранились важные данные и переустановить систему, на котором без утер не получится диск или флешка реаниматор будет бесценным инструментом. В заключение ещё раз хочу отметить, что создать флешку реаниматор или LiveCD можно и самому. Это можно сделать с помощью специальных программ для создания загрузочных дисков, как, например, бесплатный AOMEI PE Builder и ей подобных. С их помощью к диску реаниматору можно даже добавлять программы, которые будут нужны по усмотрению пользователя. Ссылку на бесплатный AOMEI PE Builder вы найдёте в описании. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!